Серия живописных картин по роману Фёдора Михайловича Достоевского «Идиот», серия черно-белых изображений на холсте по роману Достоевского «Игрок» и гравюры черно-белые к роману Достоевского «Бедные люди». Вот я так и заглавил, когда писал эссе, роман Достоевского «Игрок» очерчивает границы игры, озарение от Достоевского. И вот первый рисунок, который я нарисовал, где нарисована какая-то большая башня, горы, летящие птицы. Я называл маленьком, милом городке. Действительно, события развиваются так вот скромно в маленьком, милом городке. Но не так интересна эта история каких-то игроков в карты. Ну, как может быть, интересны их отношения между собой. Там какие-то есть молодые женщины, за ними ухаживают мужчины, молодые и средних лет. Там фигурируют какие-то отношения, связанные с наследством, которое можно получить и можно быть счастливым за счет этого наследства. В общем, вот эти переплетения гораздо интереснее, конечно, карточной игры. Но очень важна еще, конечно, и сама игра. И важно здесь, насколько игра в карты, как важно отношение человека к игре в карты. И вообще, что такое игра? Игра – это крайне интересная вещь в природе. Дети играют, собаки играют, животные играют. В игре происходит познание. Игра – это важнейший механизм в жизни живого человека, живого организма. И собаки, и кошки, и птицы, и человека. Вот. То, что игра – это вещь природная и азартная. Так что нельзя говорить, что это слабость человека играть. Нет. Это его естественное влечение – играть, поскольку это не придумал человек. А это придумала природа, чтобы человек играл, чтобы не была такая склонность играть. И в игре бы он был, совершенствовал свое понимание каких-то ситуаций, как себя вести в этих ситуациях. Потом это может им пригодиться в минуту опасности, например. Но если игра – это подарок от природы, то можно посмотреть на это с позиции теологии. Это и подарок Создателя. Чтобы человек играючи, легко, без труда, знакомился бы с миром, который ожидает его и где ему предстоит жить. Ну вот, так что это, как я пишу в своем эссе, это проверка и оттачивание интуиции. И это прекрасно, и потому азартно и полезно. Вот почему прекрасно и полезно связано между собой. Это заметил Сократ, когда его спросили, а телега, корзина, вещь красивая? Он говорит, красиво то, что полезно. Но тем не менее игра губит. Игра губит. Но губит она по неумению людскому провести границу, во-первых, и, во-вторых, по их нечестности. Поцелуи и любовные игры – это тоже же вещь от природы и от Создателя, и тоже прекрасная. Но она же не губит. А она, наоборот, путь к счастью. Но, правда, если она нечестная, если она меркантильная, тогда она губит человека. Ничего не может быть страшнее публичного дома, только его фундамент – продажность. Меркантильность. Или великое испытание любить меркантильного олигарха, какой-нибудь девицы. Она не может провести границу между своим естественным влечением к этому человеку и к ее естественному влечению, чтобы он поделился с ней своим богатством. все это начинает переплетаться. И одно затмевать. И одно. Да? Хорошо. 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 Ну вот, то, что меркантильность губит, меркантильность губит и игру, и любовную игру. И народ это заметил и сформулировал. Смелым рай в шалаше. То есть, если в шалаше рай, то и жизнь будет счастливой. Если же в шалаше не будет рая, то не помогут и никакие деньги олигархам. Наоборот, будет только все страшное. Ну, Федор Михайлович, конечно, все это испытал в своей жизни. И поэтому его исследование, его роман, и поражает своей глубиной. Он сам играл в карты, проигрывал, просил прислать ему денег, обещал, что больше не будет, но играл. Так что он все знал, что такое азарт игры, что такое страсть играть и какая-то в этом изгибельная сторона. Потому что ведь игра в карты в любом игорном доме это нечестная игра, потому что там все устроено так, чтобы выигрывал все-таки дом, в котором устраиваются игры. Поэтому играть там бесполезно. Там не проверяется интуиция, там проверяется, насколько хитро спрятан механизм обмана в игорном доме. Ну, Достоевский блестяще описал, как незаметно прекрасное азарт игры и вдохновение, и полет души становится клеткой, где задыхается человеческая душа юного молодого человека, который еще параллельно любит, кого-то и ради этого человека играет. Эта душа задыхается и гибнет. Ну, я не очень охотно принимался слушать роман, который мне читала Таня Ли. Я думал, ну, будет скучно. Ну, что тут Достоевский может написать про игрока? Ну, боялся, что мне будет скучно. Потому что, ну, что там игра в карты? Ну, что это может быть интересно? Однако Достоевский увлек меня именно переживаниями этого юного молодого человека с одной девицей, с взаимоотношениями с другими людьми. И на последних страницах романа, конечно, хорошо вот это отрезвляющее, ужасающее возникает озрение, что неизбежная гибельность поджидает человека, идущего по неверному пути. Ну, вот, а что еще раз подчеркнем, что игра прекрасна, если это любовь, или любое другое дело. Прекрасно играть в физику, в музыку, в живопись, в театр, в любое дело. Пока нет меркантильности. А вот меркантильность – это гибель. И вот в этом романе так, ощущение игры с первой страницы из первого абзаца держит читателя. Меня, во всяком случае, держало. И отсюда легкомышленный стиль рисования этих холстов, который меня даже самого удивил, когда из-под моей руки стали выходить эти рисунки один за другим. Когда я видел свои первые рисунки, думал, что такое, почему такое все легкомышленное, у меня происходит по поводу каждой главы, которую я слушал. А вот в последних главах вдруг и рисование начинает терять свою легкомышленность, и начинает, появляется какая-то неописуемая внешняя сила, которая начинает мешать рисовать. То есть само рисование, процесс рисования начинает рассыпаться, как и рассыпается счастье персонажей. «И я поюдивился, возникающей небрежности в рисунке, но как горевать о старательности рисунка, когда гибнет счастье персонажа, которым ты привязался, и сердцем, и душой в процессе чтения». Фраза за фразой. «Ощущение катастрофы начинает все разрушать. Я думаю, форма изобразительная невольно отреагировала на это». Второй рисунок называется «Игра в карты и сердечные увлечения. Сердце летело». Третий рисунок. «Ах, присутствие дамы!» Подстегило вдохновение в игре. Был такой эпизод, как приехала бабушка. из России в этот маленький городок и стала командовать и выигрывать в рулётку. Ну что же, это было прекрасно. И побеждать в карты и побеждать в любви. Кто-то чего-то хотел, всё было кристально ясно, но не совсем понятно. всё кружилось, утомляя ум. «В Париже деньги выскользнули из его рук. клетка и птичка гибнет». «Бедные люди». что сейчас он был виноватом, что какой-то инженер уединяется на мансарде, верхний этаж здания, где никто не ходит, где человек почти приближён к небосводам, наедине, и он там сидит и пишет роман. Как будто мало в мире книг. Зачем еще будем писать роман? Но Пастельский пишет роман. Этот роман в письмах, и это как бы позволяло быть ему совершенно не художественным. Ну просто один человек пишет письмо другому человеку. Но поскольку письма-то писал все-таки Федор Михайлович за своих персонажей, тут невольно эти письма содержали в себе какие-то картины. Потому что упоминается окружение этого человека, который писал эти письма. И поэтому мы видим ясно все эти картины. Но самая форма, что это как бы не художественное произведение, а это просто письмо простого человека, она делает крайне простыми все средства. И наше внимание из-за этого обостряется неимоверно. Потому что мы понимаем, что это не литература. Нас тут не обманут нигде. Это что-то настоящее и подлинное. И обостряется особенность этих песен искренность. Искренность. Потому что еще возникают какие-то отношения лирические между персонажами. Мужчина влюблен в женщину, с которой переписывается. Он увидел ее, потому что она живет напротив его дома. И он сматривается в окна, где она живет, как шелохнется там занавеска. И он мечтает, мечтает об этой женщине, чтобы с ней говорить, чтобы смотреть в ее глаза, чтобы быть рядом с ней. Потому что настолько это очаровательный образ, настолько этот образ в его душе захватил весь его внутренний мир. Он только этим начинает образом жить, о нем думать и к нему стремиться. Достоевский всегда отличался огромнейшей искренностью и огромнейшим пренебрежением к литературному украшательству. К особой какой-то такой вот непрофессиональности письма. Он в другом романе, он заявляет, я по неумелости своей буду рассказывать просто. И опять, это тот самый, вот с этого момента, все, я помню, как во мне обрывается. И я азартно держу книгу, потому что я понимаю, что будет здесь только одна правда, правда и ничего, кроме правды. Ну вот, происходит волшебство, читатель чувствует, что он не в литературе, а в каком-то волшебстве. И читательский глаз, как я пишу в своем носе, как воробей, перелетает на страницу, и скоро читатель там мысленно сам начинает жить. Становясь то, чевидцем, то героем. Ну да, это волшебство, скрыть все литературные средства и дать свободное, как сновидение, картины. И это древнейшее свойство искусства, быть свободным, как сновидение. Ведь каждый человек ведет сновидение, и он знакомствует, что сновидение свободно по своей форме. Сон непонятно, куда будет разворачиваться. Он разворачивается прихотливым. Я пишу в своем эссе о своем впечатлении от своих гравюр, которые я делал в студенческие годы. Я смотрю на свои студенческие работы, к этому роману, и вижу, что формы, длину лиумных досок, совсем не похожи на ровные прямоугольники, как мы привыкли. Например, гравюр Фаворского. На Фаворске делал до издательства. И еще при суровом времени тирании товарища Сталина. А я же делал в 1963 году, наверное, при полной свободе, про этого Сталина уже все забыли. Правда, мне пришлось писать объяснительную записку. Это отрыжка сталинского времени, когда мой приятель выпустил три экземпляра книги. Какой ужас! Как он имел право выпустить книги, а вдруг против советской власти. И это была книга из наших стихов. Из моих стихов, и его стихов, и с его гравюрами. Ну, мне понравилось, как он сделал книжку, поэтому я после этого сам увлекся делать линолеумные гравюры. И мне понравилась работа с произвольными кусками гравюры, линолеумы, которые мне попадались. Я не отбрасывал куски линолеума, если они не имели прямоугольной формы. Какую бы форму они произвольно не имели, я делал гравюру. Как будто бы это фрагмент какой-то картины. И фрагмент тоже интересен. Вот. Так что, например, Афродита без рук, она поднимает мой большой азарт. Я с момента говорю на эту скульптуру и думаю, боже мой, а какие же у меня были руки, и мои мечты улетают куда-то вдаль. Так что я думал, что вполне возможно, когда вот не хватает прямоугольника, все только есть треугольник. А вот другую часть, другую часть второго треугольника, чтобы получился прямоугольник, как будто зритель доисполняет своим представлением. Но это давало мне много свободы и в композиции. Да и вся моя жизнь настолько же бесконечно формирована, что невольно тоже призывает к свободе. С этими формами, как и в сновидениях. Ну и сами возникали во мне сцены моего воображения. Когда я думал об этом романе, я их только переносил резцом. Как можно проще и как можно, выбирая самое основное. И удобнее, чтобы эта рука с резцом могла изобразить. Так и сновидения. Они рисуются у нас в голове свободно и как можно проще для изображения. Иногда мы досадуем. Ах, мелькнул только рука, а где же весь персонаж? Но сновидения показывают только руку, и мы ничего с этим поделать не можем. А все остальное исчезает, не утомляя нас подробностями. Ну вот, первая гравюра, это как первая страница этой переписки. Да, почему-то даже письмо идет в начале от женщины к главному персонажу, к герою, от которого ведется большую часть писем. Любезнейший Макар Алексеевич. И она рассказывала о своей жизни до встречи с ним. Начало переписки. Запахнулись занавески на ее окне. И сколько было по этому поводу переживаний. Он смотрел и думал, ах. Ну, письма, конечно, не сами перелетали. Их передавали. Чтобы перенести через улицу. Я то высмотрел на ваши окна. Отвечает она. Трагически начинают разворачиваться события. И как бы неким предчувствием к этим событиям описывается сцена, как маленькая девочка увидела гроб, лежащий на столе. Вот с этого момента и отношения любовные в этом романе начинают разрушаться. Да, визиты я и письма все рассыпались, которые он писал к ней. Но фигурируют и важные господа, которые есть всегда в жизни, глядят к важному лицу. Ну, это такой процесс писать письма. Он увлекает и начинает заменять всю жизнь. Надо все объяснить пояснее. Наконец, думает персонаж. Но трагическая развязка заключается в том, что эта женщина выходит замуж и уезжает. Ему остаются только слезы и письма. Но остановиться он не может. Нет, нет. Уже больше некуда писать письма, а он все пишет и пишет. «Извук» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok